Лето, солнце, соревнования рядом с морем. С каждым годом участников чемпионата Украины по спортивному самбо среди юношей 14-15 лет становится все больше. В этом году приехало более 600 самбистов со всей страны, а это на 100 больше, чем в прошлом. Масштабный турнир стартовал еще накануне Дня защиты детей. Я поздравляю всех детей Украины. Поздравляю с праздником. Сейчас будет праздник Дня защиты детей. Это наша сила. Это наше будущее Украины. И сегодня более 600 участников приехало из всей Украины. Вы знаете, какие мы принесли призы? Золото, серебро с Европы, с мира. По Украине я не считаю их. А почему? А мы детьми занимаемся. Месяц назад я был представителем самбо в Армении. Был Кубок мира. Наши спортсмены один призер и второй первое место занял. Получили кучу подарков, призов. Дети хотят заниматься этим видом спорта. Эти молодые спортсмены – будущее сборной Украины. Этот год для них – генеральная репетиция и обкатка перед отбором в юношескую сборную страны. Результаты национальных команд улучшаются, но качественная смена всегда нужна. В 2018 году мы заработали на 60 медалей больше на международных соревнованиях, чем в 2017. В 2018 году наша команда по боевому самбо стала чемпионами Европы. Мы движемся, развиваемся и надеюсь, что мы дальше будем входить в топ видов спорта, развиваемых в нашей стране и будем добиваться результата. Надеюсь, наш основной результат – чемпионат мира. На официальном открытии чемпионата награды мастеров спорта Украины получили сразу несколько одесских спортсменов, которые успешно выступили на Евро. У нас пошел чемпионат Европы среди взрослых. Толя Волошинов стал бронзовым призером. Гребенюк в Савране. Виталик стал тоже бронзовым призером. А, серебряным, извините, да, стал серебряным призером. И Кристина Бондарь, наша звездочка, тоже третий призер чемпионата Украины. Плюс Вероника Мицкевич стала по молодежи призером. Также Европа серебряная. То есть мы идем, ну, как можем, так скажем, завоевывать самое-самое высшее качество награды. На самом деле на международных соревнованиях важна поддержка сборной, потому что когда на финалах кричат, ну, имя или Украина, это иногда очень сильно мотивирует. Приятнее становится и тем самым много золота берут. Такому росту участников способствует внедрение школьной программы самбо в каждом учебном заведении. Тренеры уверены, что это заметно повышает интерес молодежи к занятию борьбой. Что касается сегодняшнего захода, то я действительно впечатлен как тренер сборной, оскільки 600, понад 600 участников сегодня юнацкого турнира. Это рекордная количество. Мы видим, что в некоторых ваговых категориях даже есть по 50 и больше участников. Это мне как тренеру национальной сборной приятно, оскільки в таком горниле готуются будущие чемпионы в дорослой сборной. По результатам соревнований в командном зачете победили киевляне. Сумская область на втором месте, бронза у Днепра. Из достижений одесситов отметим серебро Таисии Конунниковой и Евгения Кучеренко. Золото Антона Гончарова и Никиты Гаврилюка. После боев участников ожидали интересные экскурсии. Самое главное, что это турнир возле моря, это море впечатлений от самих участников, которые приехали из других областей. Также мы будем их приветствовать в нашей Белгороднестровской крепости, Акерманской крепости. Будут экскурсии, будет много хороших впечатлений, я думаю, у участников. Так что мы их ждем, ожидаем в ближайшее время после окончания соревнований. Я думаю, что они все будут у нас. Апогеем праздника стал чемпионат Украины по пляжному самбо, в котором также побили рекорд 156 участников из 15 регионов. Командом зачете Ровненская область обошла Днепропетровскую. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал Репортер.